В июне 1915 года в доме Шадрина на Оренбургской улице от неисправного содержания печной трубы возник пожар, прекращенный вскоре пожарной командой. Убытку этим пожаром причинено не было, а вот Шадрину пришлось отвечать. На него был составлен протокол в неисправном содержании печных труб. Дрожащий проволоки Альт. Звенит так нежно. Заполнен сумрачный асфальт. Толпой мятежной. Оренбургская улица окраинная. И многие жившие в центре никогда здесь не бывали и о такой даже и не слышали. Да и зачем им здесь бывать, если здесь все не так и по-другому. Людей с песими головами на Оренбургской, конечно, не видели, но всякого разного здесь было более чем достаточно. Вот об этой улице мы сегодня и поговорим. Воскресенье 7 июля 1913 года на минарете мечети, строящейся на Оренбургской улице, состоялось поднятие эмблемы полумесяца. Уже к двум часам дня площадь перед мечетью была заполнена толпой, в которой видели не только мусульман, но и православных, и представителей других религий, для которых это событие также было большим праздником. В два часа дня было совершено молебствие, которое завершилось провозглашением многолетия государю и всему царствующему дому. А после этого подрядчику по постройке мечети и всем присутствующим были вручены подарки. Первому полотенце с изящным шитьем и массивный золотой жетон, а всем остальным открытки с изображением строящейся мечети. И в том же июле 1913 года самарский мещанин Петр Иванов, проживающий на Оренбургской улице, заявил со скной полиции о поджоге его дома Игнатием Кураевым. Последний был допрошен в поджоге сознаться и заявил, что хотел-то он поджечь холодную постройку, смежную с домом. А вышло все совсем иначе. При допросах обвиняемого и пострадавшего выяснилось, что этот поджог был уже третьим по счету. Два предыдущие Иванов простил Кураеву. Кураев же на вопросы сыщиков рассказал целую историю своей жизни, из которой следовало, что он сильно пил и во время запоев, злясь на своего хозяина, устраивал поджоги его имущества. Ну а мы пока снимем помещение под Чайную на углу Троицкой и Оренбургской улиц в доме номер 245-16 у Мишиной. Или купим двухэтажный каменный дом с торговыми помещениями по адресу Оренбургская номер 5. Здесь же передается и лавка с товаром. И еще дом с лавкой, продающийся по стучу отъезда дешево. Оренбургская 73 против тюрьмы. Не хотите дом с лавкой? Покупайте без лавки. Оренбургская 33, цена 13 тысяч, доход 83 рубля в месяц. Вот только будете проходить мимо домов Венедиктова и Кулакова, держите ухо востро. Не зря, нет, не зря в апреле 1909 и в октябре 1915 к этим домам подкидывали младенцев. А вот эта Оренбургская история произошла в феврале 1913 года. Вечером 1 февраля на Оренбургской улице в квартире крестьянина Романова была совершена кража. Причем, как оказалось, висячий замок у наружной двери был вскрыт подобранным ключом. Забравшись в квартиру, воры похитили ротонду на лисем меху, черное женское плюшевое пальто, золотые часы, браслет, а также разных серебряных вещей на сумму более чем в 600 рублей. А уже через несколько дней полицейский надзиратель Маштаков получил сведения о том, что кражу совершили хорошо известные сыскному отделению воры Александр Суворов, Сергей Щепкин и Михаил Гелянов по кличке Колька Гелян. Из достоверных источников ему стало известно, что сразу после совершения кражи Суворов приехал в пивную лавку Никулина на углу Сокольничьей и Ярмарочной улиц и предложил хозяину купить у него ротонду. Убедившись таким образом в справедливости полученных им сведений, Маштаков быстро переловил воров, которые на допросе дали весьма интересные показания о том, как они долго и неудачно сбывали украденные вещи. Так, например, обнаружилось, что кражу они совершили без заранее приготовленного плана. Просто встретились в гостинице Бочкарева на углу Садовой и Симбирской улиц и решили где бы то ни было попытать счастье в этот вечер. С этой целью они отправились по окрестным улицам и стали заглядывать во все дворы и окна с целью найти квартиру, хозяева которой, очевидно, отсутствовали дома. Именно такую квартиру они и увидели на Оренбургской улице. Подойдя к двери, Суворов вытащил из кармана свой ключ и с удивлением обнаружил, что он подошел к замку. Сделать остальное было нетрудно. Но, как оказалось, главные трудности были впереди. Трудно было сбыть украденные вещи. И вот здесь ворам пришлось попотеть. А вот это происшествие приключилось в июле 1913 года. Проживающий на Оренбургской улице в доме номер 4 Доколов заявил полиции, что в 6 часов вечера 7 июля неизвестными злоумышленниками была похищена его лодка, находившаяся под Оренбургским спуском на реке Волги. В тот же день, проходя берегом реки Самарки, Доколов заметил трех неизвестных, ехавших на его лодке. Доколову удалось задержать неизвестных и отправить их в участок, где они назвались Клементием Мурзиным, Иваном Дроздовым и Александром Давыдовым, которые заявили, что лодку им дал Виктор Кузнецов, проживающий в безымянном переулке в доме Муравьева. На задержанных был составлен протокол. А мы тем временем вернемся к нашим жуликам, обчистившим квартиру крестьянина Романова на Оренбургской улице. Напомним, что унесли они ротонду, женское черное плюшевое пальто, часы, браслет и разные серебряные вещи на весьма кругленькую сумму. Ротонду взял себе Суворов, а остальные вещи Щепкин и Гелянов. Ротонду Суворов не сбыл и спрятал ее до завтра в какой-то постройке на Соборной улице. А на следующий день дружки снова встретились в гостинице Бочкарева, где к ним присоединились двоих приятелей Махов и Лавров. Им воры откровенно рассказали о вчерашнем и попросили их помочь сбыть украденные вещи. Николай Лавров по кличке Федька Корзинщик отправился сбывать часы и браслет и вернулся через час с четырьмя рублями, вероятно, надув приятелей отговоркой, что больше-то и не дали. Деньги разделили по рублю на нос, обойдя только Махова, который в сбытии этих вещей не участвовал. Тогда Махов вызвался отправиться в село Сороченское, где проживал его дядя и взял с собой ротонду и пальто, но продал только последнее за 15 рублей, а ротонду привез с собой обратно. Еще через несколько дней Махов и Суворов познакомились со скупщиком и укрывателем краденого Алексеем Рыбаковым, который и продал злополучную ротонду за два червонца. Этими 20 рублями воспользовались только Махов и Суворов, а другим жуликам не перепало ни копейки, кроме тех рублей, которые были выручены корзинщиком и разделены в гостинице Бочкарева. И еще. Пчелы продаются в 12 верстах от Самары. Справится Оренбургская улица против тюремных ворот в лавке Соболева. Велосипед продается Оренбургская 55 от 2 до 6 часов. Продается чайная зала и 2 бильярда на полном ходу. Узнать Оренбургская улица, дом Воронцова, квартира 3, трамвай номер 2 от 8 до 10 и от 4 до 6 часов. И... ноябрь 17-го. Енотовая шуба продается. Угол Садовой Оренбургской, дом 258, квартира 1. Ну и на посошок. Домашняя портниха, приезжая, шьет по журналу. Спросить на углу Садовой и Оренбургской улиц в булочной Ивлевой у Сергеевой. А вот этот дом на углу Оренбургской и Самарской улиц сто с лишним лет назад принадлежал некоему Васильеву, фамилия которого не однажды появлялась в самых разных объявлениях в газетах начала 20-го столетия. Так, в декабре 15-го года в этом доме продавалось ружье бескурковое 12-го калибра замки на золоте. Обращаться за справками просили в квартиру домовладельца. А вот в июне 16-го года в доме Васильева в квартире Шнейдерман продавалась лошадь, вывезенная из Уфы двух с половиной лет. Не прошло и месяца, как сюда же приглашали желающих купить двух Ишаков, Тарантас и Збрую. И снова дом Васильева, квартира Шнейдерман. И в этом же доме в декабре 15-го и в августе 16-го года сдавались комнаты с мебелью и электричеством. Спешите, и будет у вас и пора Ишаков вместе с лошадью, вывезенной из Уфы, и многое другое. Только покрепче запирайте свои квартиры и не оставляйте без присмотра лисьей ротонды. Вот так когда-то жила эта улица Оренбургская. Позже она превратится в улицу Чкалова и тех прежних домов на ней останется совсем немного. А вместе с ними уйдут в небытие Суворовы и корзинщики, домашние портнихи и бильярдные с чайными. Но мы-то о них помним и обязательно вам расскажем. До встречи! Тень синеватая легла в толпе так нежно и незнакомки без числа в толпе мятежной. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин